Крымская площадь готовится встречать жителей и преображается с приходом весны. Излюбленное место для прогулок жителей железнодорожного района очищают от снега и наледи. Общественное пространство отремонтировали два года назад по федеральной программе формирования комфортной городской среды и национальному проекту «Жилье и городская среда». Площадь стала, во-первых, безопаснее, потому что вокруг мы видим ограждение. Во-вторых, здесь большая площадь для катания детей на самокатах, начиная с самого маленького возраста, на велосипедах, летом у нас фонтаны. Так как площадь Крымская, то при благоустройстве здесь появились арт-объекты, которые ассоциируются с Черноморским побережьем. Это Ялтинский маяк, а также мозаичное панно у фонтанов в виде карты Крыма. В теплую погоду здесь регулярно проходят праздники района, ежедневно выходят на прогулку жители. Интересный момент, что здесь есть липы. И вот когда летом ты проходишь сквозь эту площадь, ты ощущаешь этот прекрасный аромат липы. И поэтому сюда постоянно вот сейчас стекается уже народ, который здесь отдыхает со своими детьми. Я иногда отдыхаю здесь сам, сажусь, это самое. Детей очень много играют, всем нравится. Площадь благоустроили благодаря активной позиции жителей. Почти 10 тысяч человек проголосовало за преображение сквера. Спасибо, что всегда учитывают наше мнение, проходит публичное слушание, то есть по дизайну проекту. То есть наше мнение жителей активно учитывается, выслушивается. Менее чем через месяц стартует голосование по выбору территорий для благоустройства в 2022 году. Голосование пройдет онлайн с 26 апреля по 30 мая. Все подробности можно узнать на сайте, который указан на экране. Михаил Ермоленко, Ирина Балясникова, Константин Головин. События.